Первые фанфары на Моторпойнт-арене, что в Шеффилде сейчас нашим сильнейшим дуэтом будут вручены серебряные и бронзовые медали чемпионата Европы. У Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва это уже второе попадание на пьедестал первенства континента. И что касается Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, то они впервые на взрослом уровне, соревнуясь с сильнейшими дуэтами Старого Света, поднимутся на пьедестал почёта. Много было разговоров о том, что наши дуэты достойны, чтобы соревноваться с сильнейшими дуэтами Европы. И, кстати, Елены Ильиных и Никита Кацалапов назывались едва ли не главными претендентами на то, чтобы составить конкуренцию Пишала Бурза. Но нет, по-прежнему Елены Бобровой и Дмитрий Соловьёв сильнейшие в России. Это они доказывают и на чемпионатах страны, и доказали ещё и на чемпионате Европы. А сейчас публика в Шеффилде приветствует Натали Пишала и Фабьяна Бурза. Чемпионы Европы теперь уже двукратные. Вновь поднимутся на верхнюю ступень пьедестала почёта. Очень хорошие, очень позитивные фигуристы. Да вообще, если говорить о фигурном катании в целом и о танцах в частности, то я могу отметить, что практически все, с кем доводилось общаться, и наши, и иностранцы производят самое, что на есть, благоприятное впечатление. Это, можно сказать, Шала Бурза. И, конечно же, о наших героях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Много было проблем у них в этом сезоне. Вот меняли не программы, но меняли костюмы. И опять вылезли эти злополучные с прошлого сезона твизлы у Дмитрия Соловьёва. Но они по-прежнему на пьедестале почёта. И единственная пара, которая в Европе может их обыграть, это всё ещё Натали и Фабьян. Серебряные призёры Чемпионата Европы, с чем мы их и поздравляем. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Ну и, наконец, луч прожектора выхватывает! По мнению многих очень-очень талантливых, тоже не очень талантливых, а суперталантливых фигуристов, Елена Ильяных и Никита Кацалапов, начинают, может быть, не так быстро, как многим бы того хотелось, оправдывать те авансы, которые им выдали ещё на юниорском уровне. И в совсем ещё юном возрасте, Елене 17 лет, Никите 20, наши спортсмены поднимаются на третью ступень пьедестала почёта, получая свои первые медали международного уровня, выступая уже среди взрослых спортсменов. Браво, Россия! Браво, российские дуэты! Спасибо вам, Кате и Дима, Лене и Никита. Ну, конечно, спасибо и Екатерине Рязановой, и Сильёй Ткаченко, которые сделали всё возможное, чтобы подняться выше и остаться на третьей позиции, которая у них была после короткого танца. Но что-то не получилось, судьи решили иначе. Как бы то ни было, два российских дуэта над пьедестали почёта, и сейчас они будут получать очень заслуженные, столь долгожданные и, конечно же, крайне тяжёлым трудом заработанные медали. И вот они, пока ещё не слёзы, а только улыбки счастья от Натали Пишалаев и Фабиана Бурза. А мы смотрим, как свои серебряные медали получают. Уже получила Екатерина Соловьёва и теперь ещё и Дмитрий Соловьёв. Два комплекта у наших спортсменов! Они вновь на пьедестале, вновь они вторые в Европе. Осталось сделать один только маленький шажок. Надеемся, что он будет сделан уже в самые ближайшие годы. Леночка Ильина их получает свою бронзовую медаль. Вот самый позитивный человечек в нашей сборной, пожалуй. И улыбка практически никогда не сходит с её лица. И Никита Кацалап, её партнёр, которые прокатали уникальную программу и сделали уникальный прокат, сейчас третий на Европе. На том прощаюсь. Мне помогал Александр Жулин, меня зовут Александр Гришин. Спасибо, что смотрели. Огромное вам спасибо. И счастливо. До скорых встреч.